Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья и в рамках пропаганды здорового образа жизни я проведу для вас познавательную программу «Спортивные новости». Но сначала давайте поговорим с вами о спорте. Спорт пришел к нам из глубины веков. Он полезен для здоровья, потому что заставляет работать все тело. В современном мире люди все меньше и меньше двигаются во время работы. Как следствие, организм не получает достаточную нагрузку, становится менее подвижным, быстро приходит усталость, за ней следует постоянная раздражительность и могут развиваться даже различные болезни. Особенно важен спорт для ребенка. Он помогает в развитии всего организма. Если ты будешь заниматься спортом, то всегда будешь выносливым и в хорошей физической форме. Спорт следует рассматривать как игру. Он должен доставлять удовольствие. Спорт выкован на наковальне веков из горячего стремления людей быть сильными, выносливыми и ловкими. История свидетельствует, что еще во времена каменного века проводились состязания в беге, прыжках через рвы, метание камней, бумерангов, стрел и копий. Об этом рассказывают наскальные рисунки и находки археологов. У многих народов мира в очень давние времена уже были игры и развлечения соревновательными элементами. Спорт – область деятельности, связанная с выявлением и демонстрацией физических возможностей людей. Спортивная культура направлена на развитие и расширение человеческих возможностей, покорение новых вершин, раскрытие потенциала спортсменов. Спортивные игры – вид любительского и профессионального спорта, направленный на достижение личной и командной цели, связанной с поражением конкретной цели. Спортивные игры проводятся с помощью различных игровых приспособлений. Будучи командными или личными, они подразумевают использованные тактики и стратегии, а не только базовых физических качеств спортсмена. В переносном значении термина «спортивные игры» – это комплекс спортивных мероприятий, олимпиады, соревнования или турнир. Спортивные игры можно с уверенностью назвать универсальным средством физического воспитания всех категорий населения – от детей до школьного возраста до пенсионеров. С их помощью двигается цель – формирование основной физической и духовной культуры личности, повышение ресурсов здоровья как системы ценностей, активно и долгосрочно реализуемых в здоровом стиле жизни. Эффективность спортивных игр в содействии гармоничному развитию личности объясняется, во-первых, их спецификой, во-вторых, глубоким разносторонним воздействием на организм, занимающихся развитием физических качеств и освоением жизненно важных двигательных навыков. В-третьих, доступностью для людей различного возраста и подготовленности. Мы поговорили с вами о пользе спорта и спортивных играх, а теперь давайте я расскажу вам о новых видах спорта. Флайборд. Иногда появление какого-то нового девайса становится началом рождения нового вида спорта. Подобное случилось и с устройством под названием флайборд, которое позволяет человеку буквально летать над водой, выполняя при этом невероятные трюки. Флайборд можно отнести к артистическим видам спорта. Флайбордист, летающий на доске, может подниматься на высоту до 19 метров, выполнять всевозможные трюки – сальто, вращение вокруг своей оси, повороты, зависание в воздухе, эффектные выходы и погружение. Особенно эффектно смотрится трюк под названием «Дельфин», когда флайбордист, двигаясь вдоль поверхности воды, ныряет в воду и выныривает подобно движениям дельфина. В 2019 году Министерство спорта Российской Федерации внесло во Всероссийский реестр видов спорта дисциплину «Гидрофлайт». Создан комитет по Гидрофлайту Федерации водно-моторного спорта России и в 2020 году проведен первый чемпионат России по этому виду спорта. Первым чемпионом России стал Антон Попов из Санкт-Петербурга с серебряным призером 17-летний Андрей Смирнов из Москвы, бронзовым – Александр Малых, город Екатеринбург. В сентябре того же года был разыгран Кубок России, который достался москвичу Андрею Смирнову. Серебро и бронза достались Александру Малых и Владиславу Владыкину. В сезоне 2021 года планируется проведение этапов чемпионата России и подготовка к проведению первого чемпионата мира. Кайтвинг или Вингсерф. С 2018 года начал намного более популярно развиваться еще один вид надувного кайта – кайтвинг. Суть в том, что кайтвинг не имеет строп или планок управления, через которые управляется кайт. Держать кайтвинг надо за ручки, сделанные на самом кайте. Кайтвинг или Вингсерф имеет вид авиакрыла, а не как обычные кайты, приближенные к парашюту. Катаются с кайтвингом не на обычных кайт-досках, а на досках с большим объемом и с гидрофойлами. Поэтому есть преимущество гидрофойла. Ветра надо намного меньше, чем обычному оборудованию для кайтсерфинга. Хорсбординг. Хорсбординг – это спорт для тех людей, которые живут в сельской местности, далеко от гор или океанов с огромными волнами, но мечтают заниматься серфингом или сноутбордом. Спортсмены-хорсбордеры используют в качестве основного спортивного инвентаря специальную доску с большими колесами, а в качестве движущей силы в данном случае выступают живые лошади. При цепи веревку к скакуну спортсмен может затем ездить за лошадью по полю, выполняя разнообразные маневры и трюки. Особенно зрелищным этот вид спорта является при использовании дополнительных трамплинов. Я желаю вам быть сильными и здоровыми. До новых встреч!